Всем привет! Доброе утро! Девочек, я тоже от души поздравляю с этим праздником, прекрасным, чудесным весенним. И уже вот с самого утра я еду к приглашению в школу. На той неделе вроде, или на этой неделе. Полиночка пришла, дала пригласительное. И всех мамочек пригласили к 10 в школу. Сюрприз, сказала, будет. И ничего мне не говорила вообще. Даже не намекала, что будет и так далее. Уроков сегодня нет у нее. И начинаются каникулы весенние. Поэтому у всех утром отвезли в школу, в сад. Полинке нужно было пораньше приехать, готовиться. Отвезла в сад Макса. Я собралась, приехала и еду в школу. Потом сразу жилье забираю. Мы заедем в магазин. История, смотрите, интересная. Вчера купили фарш. Помните, мы заходили в Лидл. Мы взяли пиццы, помидоры, картошку и фарш. И фарш пропал. Мы не можем понять, брали мы его или нет. Покупали мы его или нет. Точно мы его несли на кассу. И он пропал. Я не знаю, как так было. Мы вообще очень внимательные обычно. И вряд ли мы его оставили на кассе. Может, мы его не донесли до кассы. Вчера искали, пол багажника перерыли. Но нет фарша. А я сегодня хотела макаронки с фаршом сделать детям. Поэтому поедем еще раз. Я вообще в шоке. Он просто исчез. Просто фарш исчез. Сегодня, кстати, у нас не солнечно. Солнце куда-то пропало. Но ничего, это не отменяет личного настроения. Едем в школу. Вряд ли я буду что-то снимать. Но потом вам все расскажу. Я сегодня в новых брючках. Вот такие вот брючки приобрели вчера. Рассказывала вам. Серенькие. У меня очень они легенькие. Такие вообще. Мне нравится. Все, едем в школу. Как вам? Грязное зеркало. Мне очень нравится. Такие легенькие, классные. Я знаю, что я достал. Все, еще. Поболти будем? Да. Сейчас. Ходи, надо, чтобы она сейчас здесь унивалась. Это не монтаж. Она поднимается. Она поднимается и не хочет. Если бы... Ой, шестер. Не верно, не верно, не верно. Все, кидай. Да. Да, кидай. Не подвески. Давай у нас получаем. Не подвески. Не подвески. Не подвески. Это было бы весело. Да, я просто боюсь представить, да? Не побывайте. Это коктейльчик. Но с трубочкой еще. А, это для чего, Максим? Это было красиво. Так, это что-то другое? Чтобы она не встала? Можно встать? Чтобы она встала вот на этот боках вам надо... Вот эту блухину. А вот эту можно? Опа, стоит, смотри. Нет? Нет? Так, это станция сложная. Магнитное поле. Да. И ты о магните думаешь? Ну, не знаю. Так, а теперь дети покажут решение. Мы не догадались, может, иголка? Так, а... Эээ, сказали не втекает. Нет, она втекать не может, но она же будет стоять на этом. Не, ну, если бы я знала, что можно втекать, тогда по другому. Если бы нельзя, чтобы она стояла на вот этом. Мы уже постали. Я говорю, я знаю, говорит, встала. Ну, мы были близки, да? Ой. А у нас она не одинаковая. Так она и не будет. Да ладно. Просто опусти. Офигеть. Опусти. А я волшебник. Спасибо. Что тут с электричеством? Оливки. Взрыв будет? Есть. Надеемся, нет. Надежда умирает после одним. Пропробуйте. Ого. А расскажи побольше про это. Алиса, мне суть не это. Молодцы, не садись. Так, что мы это возвращаем? Так, здесь будет, видимо, завтрак у нас. Будем кушать яйца. Одно туда, два туда, да? Да. Так. Еще, как видите, тут. А, да. Который всплывает, тут уже. Ну да, Викольдай. Нет, здесь соль. Нет, оно какое-то вареное. Нет? Соль. Соль там. Ну, какая-то умная. Теперь готовится какое-то поздравление. Спасибо! Светы, господи, красота! Ну вот, мне удалось даже что-то заснять, как вы поняли. Были опыты. Розители подходили к полтарам. По группам, вернее. К каждому столу. Были лаборатории. Одна с электричеством, одна физика. Другое там еще что-то. Дети показывали, они были такие гордые. Ой, это классно. Потом поздравили. Ну, короче, вы все видели. И жду Полинку, она там одевается. Съедем с ней все-таки в магазинчик за фаршем. Тебе самой понравились-то ваши опыты? Да. Долго готовились к этому? Нет? Так, Полина заказала горячие бутербродики. Как мы готовим, да, Полин? По особому рецепту. И это не просто тостер с сыром. Если с колбасой, да. Это что-то особенное. Она очень хочет. Ну, а я пойду свой фарш искать. Который потеряла. Не, ну, конечно, новый покупать. Что я? Посмотри, мам, есть новая. Да, уже было, я видела. Все, пойдем. Снимать не буду. Перепроверяем. Фарш, видишь? Посмотри. Посмотри. Есть. Держи. Все нормально. А то знаем мы наш. Поля голодная, злая. Ты не готова. Что? Кладете обязательно на решетку, чтобы вот такая корочка была. Я намешиваю в мисочке ветчину кубиками, сыр нарезаю кубиками. Можно потереть. И майонез. Все выкладываю на хлеб. И на этой самой, на гриль, духовку. Кусто аппетит. Ты самый горелый, Лепас? Да. Вот готовый. Давай, кушай, Лепас. Хорошо. Куда, Трита? Не лопнешь, деточка? Сыр. Сыр. Еще фарш обжарила. Макарошки будут вариться. И будут макароны с фаршем. Ура. Смотрите, как я сделала тюльпаны. Чуть-чуть их подраскрыла. Эти сложно было. Такие совсем закрытые. А вот розовенькие. Вообще обалденно. Да получилось, мне кажется? Потому что бывает очень часто, что тюльпанчики завяли и еще не распустились. А так, ну, они точно порадуют. Видите? Как красиво. Короче, дела такие. У нас с Полиной был тихий час. Мы, конечно, не спали. Но вот-вот, вот-вот. Я влог выпустила. Пока я там все делала, я реально чуть не вырубилась. Ой, потом Кирюша кушать приехал. И немножко отвлек. Коесть попили. Сейчас нужно уже ехать на танцы. Но спать хочется. Свистец просто. Реально. Я не знаю. Это у нас, наверное, отдых от вчера. Короче. Позволяю еще раз всех с каникулами, кстати. Да, реально. Каникулы. И обычно Максу мы тоже делаем всегда каникулы. Ну, вы знаете. Всегда. То есть, когда школьные каникулы, Максим дома. Ну, знаете, погода так себе. Не погуляешь. А особо, да? Ну, погуляешь, но замерзнешь. Что делать дома? Тем более, есть какие-то дела у меня по работе. И я вот подумала, мы подумали, что пусть он ходит в сад. Ты, главное, Максу про каникулы не говори. Пусть он ходит в сад. Подожди, знаете, останется дома на неделю. А потом заново привыкай к этому саду. Поэтому я думаю, что он будет все-таки ходить. Может, какие-то дни, если будет супер-купер погода на даче, решим, я хоть сделаю выходной. А так, впервые, да, по скаму ходит. Тем более, все его дети ходят, все друзья ходят. Только никто, никто себе не устраивает. Вот, такие дела. Да, Полина, тебя тоже вырубала? Пипец, конечно. Очень хотелось спать. Да, что сейчас с Кирюшей, мы уже выехали на танцы. А Кирюша вообще не написал. Не забудьте на танцы. Да, он думал, наверное, мы уснули тут вдвоем. Потому что вообще такая тишина была. Потом Елена пришла и тоже легла. Вот у нас полежухи. Зато вчера носились как угорелые по центру, по городу, по всему. Баланс, видите, вчера так, сегодня так. Фокусировалась? Да. Я не буду переснимать весь прошлый кусок без фокуса. Ну, почему-то, почему-то мне не сказала. Почему? А что я сниму? Значит, главное, вам было меня хорошо слышно. Ну, нет, нет, нет. Сегодня вот едешь, да, все ходят с цветами. И девушки, и парни, и дети, и бабулечки, и дедулечки в магазинах стоят. Покупают цветочки. Это так мило все. Такой движ. Этот праздник надо назвать обмен тюльпанами. День тюльпанов. И как иначе. Ой, сейчас Полиночка тоже решила тренеру подарить шоколадку. Да, Палишка? И возле тренировки, возле спортзала. Вот, и еще один мальчишка с букетом. Красота. Энергия тюльпанов в воздухе. Зайдем, забежим, короче, купим шоколадочку. И потом я ее оставлю. И у меня будет чуть-чуть свободного времени до сада. Потому что Максимка ругался вчера на меня. Он сказал, что я рано пришла. Он не успел нормально погулять. И сказал приходить попозже. Представляете? Пришла в сад. Полинка на танцах. Смотрите, какие у меня тут тоже подарки. Весь день в подарках, да? Так, всех мы забрали. Пойдем. Ужин на скорую руку. И зачем я готовила макароны с мясом, я не знаю. Но это экспромт. Это случайно вышло. Держи, мы просто сейчас едем в гости на чаек. Неожиданно. Неожиданно. И поэтому дети голодные после тренировки, после сада. Макароны вечером поедят. Пока дети едят в машине. Забежала в Бету. В Эзере. Беру зефирчик. А что? Попьем чай с зефиром. Да? Это вкусненький. Все. Едем дальше. Ой. Сегодня, знаете, в одном магазинчике. Говорю продавщицу. Она стоит такая грустная. В маленьком магазинчике. Там недалеко дома. А я ей говорю, здравствуйте, с праздничком вас. Господи, вы бы видели. Человек засветился, заулыбался. В конце мне сама сказала кучу приятностей. Я стояла такая уставшая, знаете. И сейчас тоже на кассе. Здесь уже наоборот. Мне женщина сказала. Пожелала всего. Говорю, с праздничком. Секрет. Сегодня сейчас цветочки покупала. Чтоб Максим как раз мне поздравил. Ну, с ним. И тоже девочки такие. С праздничком, с праздничком. Все так ловаются. Друг другу что-то желают. Блин, так здорово. Короче, планировали домой ехать. После всех тренировок, сада. Валюша звонит. Пишет, говорит. Приезжайте на чай. А что мы? А мы взяли и приехали. Правда? Все. Все. Едем. Ненадолго. Все, мы валюши после печени. Посидели у девчонок. Пару часов. Приехали домой. И тут уже, смотрите, кто. Кирюша пришел. Давай, у вас, у Валечки была. Я и Руслан. Да, я приехала. Моника с Ярославом пришли. Тоже поздравились. Цветочки подарили. Поздравились. Фу, наконец-то этот день прошел. Вот, посидели, поболтали. Сейчас, мы же заняты. Да. Сейчас мы будем уже укладываться. Ну, уже поздновато. Ну, пятница, выходные. Можно не так рано ложиться. Кстати, с 6 вечера в городе народа почему-то было много. А улица? Да, да. Потому что сегодня концерты где-то в Фонтейне концерт происходит. Где-то еще в одном концерте. Около кофеюжек. Там парочки стоят. Ну, знаешь, 8 марта и еще и пятница. Конечно, людям повод. Классный. Пойти куда-то. Завтра тоже будет. Прикольно будет. Поболит. Везде. Да? Угу. Каш полно. Мы же идем. Да, мы завтра идем тусить. Будет весело. Ладно, ребят. Все, сегодня обращаемся с вами. Увидимся завтра. Спасибо, что вы у нас есть. Подписимся, ставим пальчики вверх. И до завтра. Пока. Пока. Пока.